всем большой привет вы на канале маникюр тема и сегодня мы с вами будем делать кольцо из полигеля беру вот такой полигель он прозрачным цветом мне он больше всего понравился с тех полигелей которые я пробовала по консистенции и я брала два салика вы уже наверное видели когда я делала подставки там один был очень жидкий а второй очень сильно густой этот не густой я выдавливаю кажется очень туго но на самом деле выдавливается он хорошо просто там у меня осталось его уже совсем на дне и вот такой он прозрачным цветом в общем классный мне в работе он понравился и беру еще вот кисть эту для полигеля и формы для наращивания на формы будем наносить сам полигель и кистью будем это все разравнивать а с другой стороны у меня вот находится там шпателек шпателек которым загребаем наш полигель и перед тем как начать делать это кольцо я сначала хочу помыть свою кисть для полигеля потому что там уже так все набилось и хорошо ее нужно протереть можно помыть ее в маномере если есть маномер но у меня маномера нету поэтому я буду ее вымывать и в жидком топе нанесла топ на палитру и хорошо кистью туда вот так вот помыкаю порастираю чтобы все хорошо с кисти вышло и беру наконец-то уже формы я взяла вот эти формы которые вечно расклеивается все наверное уже знают что они расклеиваются их постоянно клеят степлером еще чем-нибудь и прищепками чем только не умудряются и вот я пытаюсь их прилепить но в результате прилепила только свою перчатку вот смотрите такое у меня получилось все что у меня получилось склеить ну а формы конечно же как всегда не расклеивались плюс они короткие вот у меня дальше идут попытки что-нибудь сделать я кручу эту форму и туда и сюда и потом вот этот кружочек из серединки уже сняла и приклеила и вот посмотрите как какая заготовка как можно сделать кольцо разве что тоненькая по боках но меня такое не устроило мне хотелось побольше плюс нужен был диаметр побольше и я прилепила сюда еще одну вот такую форму и дубль не знаю какой 103 151 такой даже цифры нету и опять пытаюсь что-нибудь склеить вот приклеила жмакаю ровняю что-то делаю в общем оттопырчивались эти края и я взяла другую форму форму уже взяла побольше по размеру поэтому я вот так ее просто склеила один раз и у меня был нужный мне диаметр и тоже наклею еще вот эту средний кружочек который мы убираем и тоже вот так вот зафиксирую там где у нас шоу идет потом беру полигель выдавливаю все краю у меня все там уже внизу чуть-чуть осталось надавливаю нажимаю хорошо чтобы полигель подошел вот сюда краешку и наношу этот полигель по кругу формы на саму форму форму ничем не смазывала она такая блестящая нам это хорошо потому что потом будет хорошо отклеивать и по кругу вот так вот обвожу этот полигель и отправлю все в лампу но перед тем как отправить в лампу беру кисть смочеваю обезжириватель и делаю форму кольца которую мне хочется я сделаю наверху такое чуть-чуть пошире там где у меня было внизу если вы заметили больше полигеля а под низом сделаю поуже обязательно нужно смачивать кисть в обезжиривателе немножко можно протирать а салфетку и вот такими движениями притаптывающими движениями все это разравниваем поправляем по боках и посередке чтобы равномерно распределилась все и будем отправлять в лампу на просушку вот собственно что я говорила с одной стороны будет пошире а с другой стороны будет поуже то что поуже пойдет вовнутрь да а то что пошире у нас будет наверху дальше там будет у нас дизайн все подравниваю подгоняю по ширине по толщине и отправила лампу на просушку потом этой лопаткой пробую просохли наш полигель сверху просох он отлично и обязательно снимаю сверху липкий слой теперь можно смело тереть и снимать липкий слой потому что у нас полигель сверху просох и все хорошо протираем и сверху и по боках чтобы не было липкости теперь сдавливаю вот так форму она бумажная сдавливается хорошо и отклеивается за счет того что она блестящая хорошо тоже вот такое кольцо у меня получилось такая заготовка кольца уже да у нас заполимеризовалась и внутри тоже попробую этим шпательком засох он там или не засох да заполимеризовалась все хорошо и контрольная еще вот так вот прохожу салфеточкой смоченной в обезжиривателе чтобы все обезжирить чтобы не оставалось липкости а то сейчас к перчатке все поприлипает и я не смогу хорошо все делать и так примеряем на палец ну вот принципе кольцо готово но нет это шутка кольцо еще не готово я его еще буду сейчас пилить пилю со всех сторон так как и накладывала разравнивала но без пилилова все равно не обойтись взяла нашла такую старую пилку которую уже не жалко и пилю хорошо пилю по боках и сверху выравниваю это все чтобы у нас было все гладенькое красивенькое нигде ничего не цеплялось и красиво смотрелось периодически по желанию можно стряхивать пыль чтобы видеть что мы там напилили потому что оно такое белое все в пыли то может быть уже и непонятно и в конце тоже смачиваю в обезжиривателе салфеточку и снова это все протираю чтобы крупинок не осталось и эти крупинки нам не помешали дизайн делать вот я беру топ без липкого слоя и перекрываю кольцо сверху топом без липкого слоя после того как тщательно перекрыла все кольцо сверху топом без липкого слоя отправлю его в лампу на просушку в лампу отправлю вот так прям на пальце потом беру втирочку которую вы уже наверное не раз видели она мелькала у меня видео и буду наносить эту втирочку на горячий топ хорошо просушенный топ пока он еще горячий достала с лампы и наношу втирку хорошо втираю втирочку чтобы не было нигде не проплешин ничего не пропускать потому что нам нужен такой классный серебристый эффект если будут проплешины не так красиво будет смотреться и поэтому хорошо втираю если маловато добавляю еще потом беру снова тот же самый топ без липкого слоя и наношу сверху на эту втирочку также тщательно и отправляю в лампу на просушку снова отправляю все вот так на пальцы и потом просушивая два раза с одной и с другой стороны поворачивая руку дальше я хочу украсить стразами наше кольцо чтобы оно было более эффектное и первым я беру большой такой коричневый страз приклею его на каучуковую базу и отправляю лампу на просушку потом хочу добавить еще маленькие такие кристаллики прозрачные и опять буду наносить каучуковую базу вот так местами чтобы потом эти кристаллики прикрепить туда нанесла базу и беру кристаллики и с обеих сторон прикладываю эти кристаллики кистью хорошо поправляю чтобы было ровненько и красивенько и симметричненько и потом отправляю снова в лампу на просушку после просушки снимаю липкий слой с базы потом у меня появилась идея вот где стразы я понаклеивала все заполимеризовала нарисовать такой квадрат гель-лаком чтобы вроде как эти стразы выделились и более красивее это все смотрелось и выразительный но в конце мне все это дело не понравилось потерялся вот этот эффект серебряного колечка и в результате я все стерла и вот такое кольцо у меня получилось в конце в принципе мне все очень круто нравится вот этот страз коричневый очень впечатляет мелкие дополняют немножко получилось она толстоватая можно было либо нанести поменьше полигеля либо побольше попилить но в принципе так красиво на руке вообще очень красиво смотрится мне понравилась такая серебряная втирочка с дополнением таких стразов кому понравилось видео ставьте лайки если остались вопросы пишите в комментарии подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать следующие видео и и Субтитры подогнал «Симон»